всем привет мои хорошие как вы поняли по цветочку что мы с вами на складе с вами любовь мой мирок орхидей ребятки помните в каком-то из прямых эфиров я вам говорила что хочу опылить вот эту красотку я попыталась это сделать и не на одном цветочки а на 2 и вот результат вот это держалась дольше всех я думаю что у нее что-то получилось а нет цветочек завял стебелек засох на что не фокусируется то последнее время видите он пожелтел то есть опыление не получилось больше пробовать не буду очень жаль конечно буду любоваться оставшимися цветочками после опыления цветочки увидают к сожалению ну это было о плохом в принципе но теперь давайте маленько о другом здесь у меня на водопое орхидейки которые называются мандала так вот эту сейчас еще уберу и что-то мне кое-какие орхидейки не очень нравятся и я уберу их в сторонку листики у них другим цветом сейчас я вам постараюсь показать сейчас я вам постараюсь показать чтобы вам было более понятно видите какой листик вот этой и какой листик вот у этих поэтому сейчас эти уберу отдельно и для них отдельно сейчас я понимаю что это не панацея первое что я сейчас сделаю протру листики витамаром потому что уже у одной такое было и я забрала ее себе протерев листики витамаром сначала витамаром потом календулой что что из этого было лучше и быстрее помогло я не могу понять сейчас я вам покажу свою орхидейку которую я отставила для себя вот эта красавица была тоже с такими же листочками они поменяли цвет но после протирания сначала витамаром потом календулой листики у нее восстановились и стали зеленые что ей не хватало я не агроном и не биолог поэтому сказать не могу ну и вот так мы выглядим начался рост корней у нее а то она прям стояла на месте все сейчас я займусь этими красотками маленечко хочу вам их показать как они прекрасно выглядят вот эта партия смотрите какие шикарные стали корнюшки давно я вам их не показывала это орхидейки мандала они перевалены в мой мох не пересажены а перевалены то есть мох в котором они они пришли я не трогала и вот так вот на сегодняшний день выглядят эти красавицы только что мы попили поэтому вы видите макроватый субстрат то есть мох прям вот еще пьют стоят сейчас я их сразу вот нарвам показывая буду отставлять в сторонку чтобы они здесь не мешались и не накапать в них водички вот видите вспышку специально не стала включать чтобы ничего не засвечивала все они попили лишняя вода им не нужна попили они кстати с витамаром там тоже корешочки растущие здесь снизу надо смотреть здесь до низа дошел здесь еще не не очень много где видно но все равно все растет возможно это пересвет я сейчас вот с теми листиками сейчас переставлю их на другое место возможно так отреагировали они на свет на яркий так тоже бывает поэтому чуть позже в следующих обзорах я конечно вам про них расскажу что с ними ну естественно если они не восстановятся сорить корешок залез под бирочку я просто сниму их с продажи если что-то пойдет с ними не так но не будем думать о плохом я думаю что все будет с ними хорошо сейчас я постараюсь им помочь вот была была одна и я ее отложила себе потому что я как раз себе не оставила вы знаете что я себе оставляю самые слабенькие самые какие-нибудь плохенькие и вот она первая себя так которая вам свою показывала показала и я ее убрала в сторонку и вот скажем так таки эксперимент на ней провела а сегодня вот пришла и наблюдаю еще у некоторых растюшек то же самое этот контейнер который я сейчас вам показываю эти орхидей ки я тоже сейчас уберу из-под той досветки я думаю что им очень много там света потому что у меня бывает свет остается на ночь включенной забываю выключить и возможно это пересвет ну время покажет место я им сейчас поменяю здесь лезет в бирочки все которые вам сейчас показала прям вот уже замечательной корневой ну и чуть-чуть конечно надо было по-другому все это показать вам хочу вам показать что я вижу тут мир не буду в нем а может вы ну чё таки чё ничего не вынимать вот так стали расти корешочки у гигантеек прям сверху лезут видите а и в субстрате они тоже появились как хорошо что не вылез через дырочку я не очень люблю когда они начинают через дырочки вылазить и здесь корешочек девчат все орхидей ки так здорово тронулись в рост мне прям очень нравится особенно я очень переживала за гигантейки потому что они у нас такие самые как говорят капризные ну ничего все прекрасно все у них растет не у всех видим конечно такой прям рост корней так пока вам показываю кое-кого поставлю сразу попить так налила водичку светомаром и буду сразу ставить их маленечко пусть попьют а потом переставлю их обратно в этот контейнер сполосну здесь все потому что видите наливаю бывает сюда водички и какие-то частицы из посадки уходят вниз из горшочка и получается там мусор вот эту чуть-чуть тоже намочу все помаленечку сейчас намочу потому что жарко на складе да иногда нужна и вспышка мошки-мошки это не цветонос что-то как-то похож на цветонос нет девчонки это не цветонос это корешок чуть-чуть отодвинула здесь чтобы посмотреть тоже замечательно может и от кого-нибудь из такой партии то я увижу и цветоносы сверху суховато прям ничего страшного так сполоснула их домик и составляем все обратно чуть-чуть намочила полным погружением буду их поить следующий раз сильно переусердствовать в поливе тоже нельзя водичка попала свято марчиком ничего страшного все берем следующий контейнер тоже у нас красотища вспышку включила так каждую сейчас тоже рассмотрим какие листульки серебристые прям красивые растут если буду видеть что-то интересное буду вам показывать все показывать не смогу потому что опять идут где-то рядом ремонтной работы такой шум стоит он корешульки какие красотульки тут у нас это уже другой горшочек и как не возьму показать вам чего-нибудь начинается это жужжание где-то рядом и далее вот так пошли в рост красотки наши гиганты такие они красивые прям практически что они горшочек поднимают стаканчик у всех чего-нибудь виднеется прелесть ничего я расставила красоток у этих идеальные листочки все вообще тут идеально у них а вот эти видите немножко с желтизной мне почему-то кажется что это от пампа не буду ставить не тот не другой контейнер от досветку оставлю при дневном свете сейчас для себя сделаю фото вот как они стоят чтобы можно было потом сравнить лучше им или нет и понять из-за чего это берем других красоту лик эти красоточки еще сидят полностью в коре как вы видите тоже по чуточки сейчас каждую из них сверху пролью чтобы верхний слой не просыхал вот почему-то в чистой коре они подольше двигаются с места это мои наблюдения где смешанный субстрат там они быстрее не оказывается просто надо захотеть чтобы в коре были результаты и они появляются ура ура девчульки за посторонние шумы меня извините ничего не могу с этим сделать как вы понимаете но без вспышки вообще ничего не видно он тоже кореш очки тоже гигантейки тоже сидит в чистой коре сверху мох и тоже появились корешульки красота причем корешульки я вам показа которые появляются уже у стеночек горшочек а это очень большой плюс в росте орхидейки тоже помыла контейнер чтобы всякие мошки не не разводились от этой грязи ну и чтобы естественно они не чувствовали себя ущербными что их не любят что их не ценят люблю я их очень люблю мои красавицы мои красотульки они меня не огорчают умнички я тут корешок да девчульки я стараюсь верхний слой все равно у них увлажнять видите я беру вот так вот и осторожно проливаю сверху чтобы верхний слой тоже намокал потому что если верхний слой будет постоянно сухой то орхидейка тоже может потерять тургор например у гиганта и кореш очков было мало и они практически все находились у нас с вами сверху посадки и если постоянно поливать только снизу то от шеи корешочки не полезут а у нас уже лезут видите откопала чуть-чуть и там все прекрасно видно сейчас все поймаем он корешочек от шеи и все там у нее замечательно ой а тут уже вообще большой какой сейчас покажу вам видите нет не видите вот такая красота там внутри поэтому верхний слой надо все равно всегда увлажнять естественно стараться не попадать в середину потому что если у вас будет дома перепад температуры сквознячок продолжим вроде тихо и если будет перепад температуры то ваша орхидейка может загнить точка роста и что приведет гибели орхидеи либо к реанимации поэтому старайтесь не попадать в точку роста если у вас не проветриваем воемое помещение и если у вас большие перепады температуры это очень опасно для орхидейки ну а тут у нас вот такая красота это тоже гигантейка вот такая тут прелесть сейчас я тоже сверху опа пролью вот таким образом субстрат чтобы и мог на мог и верхний слой дома влажненьким у нас здесь дырочки везде присутствует поэтому просыхает все равно она очень быстро я вам много раз говорил у меня на складе хоть и влажность пониженная но очень жарко покупать увлажнитель и ставить сюда у меня пока к сожалению нет возможности ну и не вижу в этом в принципе смысла они чувствуют себя и так прекрасно понимаю что с увлажнителем им было бы гораздо наверное лучше но пока как-то так поживем без увлажнителей вот они все настолько индивидуальны все настолько разные что так интересно с ними заниматься вообще вот честно это мое любимое дело когда вот так вот с каждой индивидуально я сюсюкаюсь и что-то для них делаю рассматривая их я вижу новые изменения и меня это очень радует и успокаивает ой вон про те бы не забыть которые там стоят за за ширмой это но сейчас и до них доберусь окна кое-какие растяжки я тут обглядела рассмотрела вам показала вот эти растяжки которые мои здесь живут не все конечно вон там еще остались и вот тут остались я хочу забрать сегодня домой потому что корни здесь лезут с бешеной скоростью в разные стороны и потом мне будет их сложно перевести домой поэтому я сделаю это сегодня пока на улице тепло я сейчас их аккуратно составлю большую сумку и перевезу эта красотка сегодня опять обрезала еще шею и замазала максимом пока как то вот так она плохенько себя чувствует но стоит эти как ни странно гиганты ики которые все стоят вот это лучше всех себя стала чувствовать но эти вроде как потихоньку адаптируются живем увидим мастерписы 2 так и лежат кверт тормашкой в общем так открываю потихоньку этот флорариум реанимационный и пока я здесь он проветривается чтобы корешочки не сломать я поставлю такие пакетики и маленько листики защитим от холода ну хотя мне выбежать до машины две секунды и я не думаю что с ними что-то произойдет сложного плохого несмотря на то что субстрат мокрый пора освобождать место убираться на складе потихоньку потому что уже не за горами поступления азии не успеем оглянуться и время придет переезд мандалу кстати обсыпала свою вот так корой мог оставила внутри ну как она сидела в маховой посадке я все оставила просто сверху обсыпала так корой и пускай сидит а а переселенцы переезжают и вот эту заберу и вот эту заберу с цветоносом погостили хватит пора и честь знать домой я и вот эту заберу Продолжение следует... Детский сад дома. Так, в сумку их поставила, быстренько в машину. Мартюша уже охраняет, сидит. Да, Мартюш, скажи, я охраняю, чтобы никто не украл. Да, скажи, кто хочет нас с Мартюшей видеть чаще, переходите на наш второй канал. Да, там будете нас видеть чаще. Ссылочка на канал в обсуждении, в комментариях под видео. Закрепленный самый первый будет. Че, моя чайка? Че, охраняюсь-то? А, погладить тебя надо. Мама только пришла. Надо погладить. Мать против света. Это катастрофа. Ну, в общем, мы встали все вот сюда, ребят. Я лазаю тут по кровати, чтобы вам показывать. Может, вот так. Ну, в общем, мы прекрасненько встали вот здесь. Доехали замечательно. Не повредили ни одного корешочка. Все у них хорошо. Я думаю, так замерзнуть они тоже не должны были. Потому что я машину хорошо прогрела. И вот эта вот красавица с цветоносиком, надеюсь, она его не остановит. И вот на этой полочке тоже встали. Но остальные, наверное, привезу завтра. Вот. Че-то еще хотела поделать с орхидейками. Ну, в общем, не знаю, как вам показать. Смотрится все это дело. Очень нравятся мне эти стоечки, полочки. Да. Совсем ничего не видно. Ну, вы все уже это видели. Вот. Вот так чуть-чуть видно. Вроде. А вроде нет. Поймалось и опять все ушло. Прям темно-темно, как будто здесь ночь. Хотя, вот, видите, светло. В общем, вон там в углу угловая полочка стоит. Здесь такая. А здесь мое орхидейное дерево. Вот. В общем, прекрасно встали. Я очень довольна. Теперь надо подумать, куда же остальные разместить. Вот здесь еще одно местечко есть. Ну, вот сюда еще две смогу уместить. А там их гораздо больше осталось. Ну, ладно, что-нибудь придумаем. В общем, вот такая вот красота. Девчули, вчера я вам показывала видео. Ну, вчера выходило оно. И вот эта вот красавица с цветоносиком стояла в самом низу. Здесь тоже. И, видите, вон цветоносик растет. И так как у нее вот такие стали размашистые листочки, я ее поставила на угловую стоечку вот сюда, на самый верх. Думаю, что ей будет здесь комфортно. Потом внизу я поставила вот эту вот кракозяброчку. Все в корнях. Почему так называю ее? Потому что у нее корни во все стороны. И в горшке их тоже очень много. И у нее тоже сегодня увидела цветоносик. Вот здесь стоят без субстрата. Там вдали стоит в камнях. Как-нибудь покажу. Замечательно себя чувствует. Просто обалденно. Такие шикарные у нее там корни. Так. Здесь тоже в камушках сидит красулька. Тоже ее показывала недавно. Прекрасно себя чувствует. Там корней у нас много-много. Не хочу ее доставать. Но много. Сейчас водички нету. Пару дней будет стоять без воды. Кстати, когда я ее сюда помещала, у нее были одни тяжи. И турбера не было вообще. А сейчас мы прекрасно себя чувствуем. Ну вот это вот красавица, которая сидит в торфе. Тоже там кучу. Прекучу всего. Ростит и корнюшки. И все у нас прекрасно. Ниже вот эти красавицы встали. Вот это вот реанимашечка. Мы с вами ее в магазине купили. Она была залитая водой. Надо что-нибудь с ней сделать чуть-чуть. Но она восстанавливается. Здесь вот эта красотулька стоит, цветет. Который мы с вами обрабатывали. Верхний слой субстрата убирали. Ну и там красотульки у меня стоят. Здесь тоже стоят красотки. Это у нас сога реликс после реанимации восстанавливается. Вот эту надо верхний слой поменять обязательно. Либо совсем ее поставить без субстрата. Расти. Ну я подумаю. Или вот так на камушке. Замечательно на камушках чувствуют себя орхидейки. Это губка Боб. Будет деловая стоять здесь на стоечке. Я думаю, что им будет здесь очень даже хорошо. Потому что я заметила, чем выше стоят орхидеи на окне, тем быстрее они зацветают. Не знаю, с чем это связано. Но на самом деле так оно и есть. Если вы знаете, напишите мне, пожалуйста. Потому что мне стало это очень интересно. Просто уже заметила. Если снизу переставляю на самый верх орхидейки, они прекрасно начинают выпускать цветоносы. Это ванды в камнях сидят. Вот так наращивают корни. Я такая счастливая. С той стороны не буду ее разворачивать. От шеи пошли новые корешочки. И вот эта вот вандочка. Я ее пытаюсь восстановить. Девчонки, наверное, года три. Плохо. Вот видно чуть-чуть. И наконец-то я увидела у нее. Сейчас попробую вам показать, что она хочет выпускать корешочки. Видите? Пимпанчики зелененькие. Наконец-то. Три года, девчонки. Три года я ее выхаживаю. И ура! Вроде бы как есть стремление к жизни. Ну а про эту ванду вообще нечего говорить. Она так здорово приняла вот эту посадку. Растущие корни в камне. Ведь в чем только они у меня не сидели. Кстати, смотрите, если получится. Стояло к окну. Окно. Ой, солнышко у меня здесь до 10 утра. То есть оно не сильно печет. И все равно она загорела. Ну, вандачки очень любят солнышко, поэтому ничего страшного. Вот такие вот дела. Ну, орхидейное дерево я вам показывала не так давно. Оно цветет. Все у него тут замечательно. Ну, думаю, на этом я сегодня с вами попрощаюсь. Какое же все-таки удовольствие и кайф заниматься любимым делом. Я сегодня получила такое наслаждение, занимаясь орхидейками на складе. Тем более, когда их начинаешь поливать и видишь у них новые листики, особенно корешочки у стеночков горшочка, это вообще кайф. Ну, меня поймет, наверное, только Архаман. Все, мои хорошие. Всем пока-пока и до новых встреч! Очень хочу, чтобы этот цветонос не остановился. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok